Надеюсь, все, кто сегодня с нами останется, не пожалеют об этом. Вы сегодня узнаете много практических вещей. Собственно говоря, вебинар дает столько знаний, информация иногда содержится в целых курсах. Поэтому я вам советую кое-что сегодня записать. Это все вам пригодится для практической работы. Также приготовьте то, что вы сегодня сможете использовать в качестве маятника. У меня маятник вот такой специальный. Так, чтобы вам было видно. Но вы можете просто взять, например, вот так колечко. Вот так его привязать за ниточку. Если обручальное есть колечко, то лучше обручальное. И привяжите его тогда лучше на красную ниточку. И нам еще понадобится бумага и ручка или карандаш. Чтобы нарисовать несколько таблиц. Потому что мы с вами будем сегодня определять некоторые вещи. Если у нас черные каналы, как их определить, сколько их у нас. И вообще немножко научимся сегодня работать с помощью маятника. Итак, с чего мы сегодня с вами начнем. Значит, сразу вам говорю, я вам дам много способов работы с энергией. И эти способы, эти практики вы можете использовать каждый день. Они очень рабочие и очень действенные. Но для начала я хотела бы вам сказать, что вообще, независимо от того, знаем мы или не знаем, мы получаем три основных вида энергии. Это энергия земли, энергия инская, энергия женская. Она снизу, как я вам сказала, энергия земли. Энергия янь, это энергия сверху. Это энергия мужская. И энергия дао, это божественная энергия золотого света. И вот я сегодня вам расскажу, как работать с этими энергиями. Вот ту практику, которую я вам сейчас дам по подкачке инской и яньской энергии, она пришла из Древнего Египта. Очень давно, давно, давно эта практика передавалась только жрицам. Причем жрицам, которые достигли определенного возраста, когда появлялись какие-то морщинки на лице. Вот и тогда этой жрице передавалась эта практика по подкачке энергии. Причем, если это передавалось не тому человеку и, например, раньше времени, за это грозило этому человеку, который нарушил эти правила, смертная казнь. То есть это древняя жреческая практика. И сегодня я вам ее расскажу, и вы сможете ее использовать. Итак, сначала сейчас поговорим про два вида энергии, про инскую и яньскую. Часто их обозначают вот так, инь и янь. Еще когда говорят о единстве и борьбе противоположностей, день и ночь, вот инь и янь. То есть вот этот значок вы часто наверняка где-то встречаете, просто не всегда задумываетесь, что он обозначает. Для того, чтобы нам было удобно говорить о этих энергиях, я выведу на экран вот такую вот картинку. Итак, начнем мы с энергии инской, энергии женской. Вот те практики, которые я вам дам, позволяют накачивать этой энергией. И в зависимости от того, какие энергии вы накачиваете, вы можете влиять не только на ваше состояние здоровья и на ваше самочувствие, но и на определенные сферы жизни. И сегодня я вам об этом расскажу. Поэтому, если кто-то что-то не помнит, тоже можете это все записать. Итак, инская энергия. Это энергия Земли. Она темного цвета и, соответственно, поступает у нас снизу. Как я уже сказала, независимо от того, знаем мы или не знаем, эта энергия к нам поступает. Только у всех она поступает в разном количестве. Это зависит от того, насколько у нас открыты наши основные энергетические каналы. Вы здесь на картинке их можете увидеть. Это вот каналы Ида, Сушумная, Бенгала. Это наши основные энергетические каналы. И в зависимости от того, как у вас открыты чакры. То есть вот эти наши каналы позволяют в большей или меньшей степени эту энергию проводить. Я вам расскажу, как эту энергию увеличить, приток этой энергии. Просто подкачивать эту энергию своими вот этими вот практиками. Итак, для того, чтобы нам подкачать инскую энергию, мы свое сознание переместим в одну из сверхчакр. Всего у нас три сверхчакры. Одна из них нижняя, межстопная. Как найти эту чакру? Если мы серединку наших стоп мысленно соединим линий, и на середине этой линии и будет межстопная чакра. Здесь есть особенность. В зависимости от того, какой расе относится человек, не у всех эта чакра есть. У людей желтой расы этой чакры не существует. Вот с этим связана и особенность вот этих восточных практик. Поза лотоса. Куча положений, когда или в позе лотоса, или лежа выполняются упражнения для того, чтобы их первая чакра была ближе к земле. У людей белой расы и черной расы вот межстопная чакра существует. Итак, если вы относитесь к той расе, где есть межстопная чакра, мы свое сознание направляем туда. Если нет, тогда свое сознание в первую чакру. Вот здесь вот она внизу. Значит, кто не знает, где первая чакра, сейчас я вам покажу. Вот здесь вот первая чакра. Итак, свое сознание переместили в эту точку. А теперь из этой точки всю свою энергию, которая у вас есть, все доброе, все хорошее, все-все-все-все мы отправляем в центр земли. И через некоторое время, буквально 5, 10, 15 секунд, ну максимум 30 секунд, этот квант энергии к нам возвращается, причем возвращается к нам в увеличенном виде. Где-то в 2, в 3 раза, в несколько раз этот квант энергии к нам возвращается. Этот квант энергии проходит по всему нашему организму, но в основном, основной квант энергии попадает на 3 нижние чакры. На первую, вторую и третью. Если вы не ощущаете так энергию и пока не понимаете, в какую чакру в основном, вот по ощущениям вернулся этот квант энергии, то просто из района живота опять отправляете эту энергию в центр земли. Смотрите, если мы первоначальный квант энергии примем условно за единицу, то к нам вернется примерно 2-3 кванта энергии. Потом мы опять отправляем эту энергию в центр земли и к нам уже возвращается 9 квантов энергии. Потом мы 9 отправляем и нам возвращается уже 27 квантов энергии. Вот таким образом мы подкачиваем иньскую энергию. Делать это упражнение лучше стоя. Особенно если вы еще пока не ощущаете энергию, вот это положение стоя вам даст возможность лучше почувствовать эту энергию. Причем не у всех получается хорошо представлять, если вы сидите. Но можно выполнять и сидя. При этом руки и ноги не должны перекрещиваться. Что мы получаем, подкачивая эту энергию? Что у нас? Что у нас? Что у вас? Что у нас? Продолжение следует... Вторая чакра, ее можно условно назвать двумя словами – секс и деньги. Третья чакра, можно назвать ее одним словом – власть. И вот подкачивая вот эту инскую энергию, мы влияем на эти сферы жизни. Мы влияем на состояние органов, тех которых находятся рядом с этими чакрами. Эти чакры, которые обеспечивают энергией, энергетикой те органы нашего организма, нашего физического тела. И вместе с тем, вот за вот эти сферы жизни отвечают эти чакры и подкачивая эту энергию, мы влияем на эти сферы жизни. То есть подкачивая инскую энергию, вы влияете на вот эти факторы, на материальные стороны вашей жизни. Давайте теперь посмотрим, как нам подкачать энергию янскую, энергию мужскую. И вот подкачивание мужской энергии мы с вами вместе попробуем, потому что здесь будут более явные признаки вот этой энергии. И вы мне напишите, что вы ощущаете. Для того, чтобы подкачать янскую энергию, мы свое сознание перемещаем в окошечку вот сюда. Это наша следующая сверхчакра. Как я сказала, у нас всего три сверхчакра. И отсюда, с этой точки, мы вверх в космос отправляем всю нашу энергию, все доброе, все хорошее. Обязательно эмоции должны быть добрые и хорошие, потому что назад нам вернется увеличенный квант этой энергии. Если при этом у вас будут какие-то не очень хорошие мысли, какие-то не очень хорошие эмоции, учтите, это все вам вернется в усиленном виде. Итак, мы сознание свое переместили в нашу макушечку и отсюда отправляем квант энергии вверх. Через какое-то время нам возвращается квант энергии увеличенных и возвращается он в одну из трех верхних чакр. Пятую, шестую или седьмую. Если вы не ощущаете, в какую чакру это вернулось, то просто из района груди мы опять отправляем квант энергии вверх. И вот таким образом мы подкачиваем янскую энергию. Это энергия белого цвета. Кто-то, может быть, увидит поток этого белого цвета. Какие у вас при этом будут ощущения, когда пойдет поток этой энергии? Это может быть давление макушечки, это может быть ощущение, что вы находитесь в столбе энергии, это может быть покалывание, это может быть какие-то ощущения в центре головы, это в шишковидной железе. Вы можете начать зевать, то есть вот такие вот ощущения будут свидетельствовать о том, что вы чувствуете вот этот поток энергии. Выполнять это упражнение также лучше стоя, но можно и сидя, но руки и ноги при этом обязательно не должны перекрещиваться. Давайте мы сейчас с вами все вместе попробуем подкачать эту энергию, и вы мне напишите, какие у вас ощущения. Итак, мы свое сознание переместили на нашу макушечку и отправляем вверх, все доброе и хорошее. И вот назад идет поток этой энергии. Вас может в этот момент перехватить дыхание, если вы больше сейчас подключены через Дангму, это третья наша сверхчакра. Тогда может быть немножко захватываться дыхание, вот вы поток этой энергии вот так можете ощутить. И вы опять отправляете квант энергии вверх, и опять она к вам возвращается. Напишите мне, пожалуйста, какие у вас ощущения. Если у вас нет ощущений, пожалуйста, тоже напишите, что я ничего не почувствовала, ничего не увидела, никаких ни картинок не пошло, не почувствовала энергии, вообще просто никаких ощущений нет. Если у кого-то нет, напишите, пожалуйста. Итак, пока вы пишете, мурашки. Иногда вот такие мурашки могут быть, например, когда вы что-то просите, вы молитесь, вы у высших сил что-то просите, и у вас возникает ощущение вот таких мурашек. Вы просто не всегда связываете, что это и есть ответ, ответ этой энергии, к которой вы обращаетесь. Отлично. Смотрите, если у вас на данный момент нет никаких ощущений, просто может быть мой голос вам мешает, вам просто нужно это сделать отдельно, и ощущения появятся. Но у 99,9% тех, кто здесь находится, вы эти ощущения можете почувствовать. Почему? Потому что с 2012 года изменились энергии на Земле, и людям второй и третьей касты были даны вибрации касты четвертой. Каста четвертая – это каста джиреческая, и одна из свойств этой касты – это ясночувствование. То есть все, кто здесь находится, могут это почувствовать. Просто это нужно немножко с этим поработать, и это развивается. Та функция, которая востребована, она развивается. Почему я говорю 99,9%? Потому что люди первой касты, они не ходят обычно на вебинары. Их интересует только вопрос выживаемости. А если вас интересуют какие-то такие вопросы, то вы как минимум относитесь ко второй касте, а может быть гораздо и выше. Итак, что же мы меняем, подкачивая эту энергию? Видите, здесь мне написано «духовная энергия Ян». Давайте теперь посмотрим, если исходить из картиночек чакра. Значит, наша чакра пятая – это наши коммуникации. Наша чакра шестая – это интуиция и ясноведение. И наша чакра седьмая – это наша связь с Создателем, с Творцом, с Богом. Как вы это называете? В парадигме философии и психологии эти силы, которые создали нашу Вселенную, все остальные Вселенные называют Абсолют, называют Бытие. Я тоже буду пользоваться вот этой терминологией. Вы можете это называть Бог, Творец, Аллах, Всевышний, Создатель. Как вам удобно, как вам нравится. Просто все по-разному немножко понимают, что это такое. И меняя вот эту вот энергию, мы меняем нас самих, нашу духовную составляющую, нашу возможность коммуникации с другими индивидуумами, нашу возможность ясновидеть и предвидеть какие-то ситуации, и нашу возможность общения с высшими силами. Вот это вот то, что вы почувствовали, кто почувствовал какие-то, пришли какие-то ощущения. Вы потом, может быть, после вебинара просто попробуйте вот эту технику, потому что это очень рабочая техника, как я вам сказала, это жреческая техника. Когда вы устали, вы можете подкачать энергию, вы можете это делать утром, вы можете это делать в транспорте, потому что это не видно, вы просто себе представляете, что вы это делаете, и все, только руки, ноги не перекрещивайте. Если вы делаете это вечером, то имейте в виду, что время вашего сна сдвинется, то есть какое-то время вам не захочется спать, потому что у вас будет приток энергии. И вот подкачивая янскую энергию, вы меняете свои духовные способности, свои духовные возможности. Подкачивая янскую, инскую энергию, вы подкачиваете материальные вещи, которые есть в вашей жизни. Это ваше жилье, заработок, ваше положение в социуме, отношения с противоположным полом. Вообще можно подкачивать не именно вот так полностью весь этот канал, можно подкачивать отдельно каждую чакру. И про это я рассказываю в одном из своих курсов, но немножко это попозже я вам расскажу про этот курс. Вообще сегодня у меня будет для вас подарок. Но про это попозже. И вот таким образом вы можете подкачивать свою энергию. Поверьте мне, это очень хорошо работает. Если есть вопросы по тому, что я рассказала, пожалуйста, задавайте. А я немножко еще поговорю про чакры. Как вы думаете, отличаются ли чакры мужские и женские? Вот мы сегодня про чакры, про чакры говорим, это наши энергоцентры. Как вы думаете, отличаются ли у мужчин чакры и у женщин? Напишите мне. Отличаются, Ирина считает. Так. А еще кто как считает? Угу. Угу. Ну, сейчас я вам расскажу такую вещь, которую, я думаю, большинство из вас не слышали. В чем же отличие мужских и женских чакр? И с чем, во что это выливается? Дело в том, что направленность мужских и женских чакр разная. Что значит направленность? Например, чакра первая у мужчин, она однонаправлена. Это связано, вот как это проявляется. Ну, здесь вот у нас большинство женщин в чате, но у мужчины есть. Когда ваш мужчина говорит, мама сказала, или мама так делает, это вот и показывает вам именно направленность вот этой чакры. У нас первая чакра еще связана с родом. Вот. Мама сказала. А вот вторая чакра у мужчин разнонаправленная, а у женщин наоборот, однонаправленная. Это и связано с такими вещами, которые часто вот мы, женщины, не понимаем. Мужчина может вступать в близкие отношения с многими женщинами, и для него это нормально. В то время как для большинства женщин, то есть если никаких нет отклонений, обычно нормально желать вступать в интимные отношения с одним мужчиной. Женщина обычно предпочитает интимные отношения с одним мужчиной, то есть если там нет каких-то отклонений, да. А мужчинам вообще нормально считается, когда и одна, и вторая, и третья, ну, все еще зависит от каких-то наших моральных вещей. Добрый вечер, Лика. Вот. И это связано именно с вот этими, вот с этой направленностью чакры. Третья чакра, то есть у нас как бы через одну, но я просто хотела именно рассказать вам про вторую и четвертую чакру. Именно в связи с этим просто мы больше поймем мужчин, потому что это вот не говорят, это не то, что мужчины там моногамны или полигамны, вот, ну, вот такая вот есть особенность в энергетике. То же самое с четвертой чакрой. У женщин она однонаправленная, у мужчин она многонаправленная. Поэтому женщина, как правило, питает эмоциональную связь с одним мужчиной, то есть предпочитает быть с одним мужчиной. А мужчины могут любить многих женщин. Это еще зависит и от воспитания, конечно, потому что есть много всяких и обычаев, и культура, и религиозные какие-то вещи. Но вот это то, что связано с энергетикой. А теперь я вам расскажу такие вещи, которые, ну, наверняка большинство из вас не слышали. Как это связано вот с нашими какими-то отношениями в семье, в отношениях с другими мужчинами. Как вы думаете, вот, допустим, есть семья, и женщина изменила мужу. Влияет это как-то, ну, я не говорю о психологических каких-то моментах, а влияет это на какие-то вещи в семье, например, на заработок мужа. Может это влиять или нет? Как вы думаете? Да, правильно же она. Потому что вторая чакра, это наша сексуальная чакра, она у нас и не только отвечает за отношения с противоположным полом, но и за наш денежный поток. Смотрите, что при этом происходит. Если женщина изменила своему мужчине, что произойдет с заработком мужа? Ну, если он, конечно, получает стабильную просто зарплату на заводе, то, может быть, сложно отследить, вот так, не так явно это будет. Но если у него есть какой-то бизнес, то дела в его бизнесе пойдут хуже. И вы просто должны это знать. И еще один момент. Может быть, не очень радостный, но вы просто должны про это знать и рассказать своим дочерям, сестрам и вообще эту информацию. Смотрите, если женщина изменила свою мужу, назад ее чакра уже к мужу не повернется. Чакра женская направлена на последнего ее сексуального партнера. Она может фактически вернуться к нему, жить с ним из каких-то соображений, но уже чакра ее не повернется, соответственно, и энергия ее уже к мужу не повернется. У мужчин все наоборот. Мужчины часто на интуитивном уровне, особенно когда у них есть деньги, они выбирают себе, вот мы говорим, да, у мужчин есть деньги, он богатый, он выбирает более молодых себе партнерш. Это связано не столько, даже не всегда с тем, что вот женщина там молодая, красивая. Он на интуитивном уровне подпитывается вот этой второй чакрой, вот этой молодой женщины. И часто у него получается, у него хорошо начинают идти дела. Потом этот ресурс этой женщины часто вырабатывается, и он находит более другую молодую женщину. Чаще всего они делают это интуитивно, на бессознательном уровне. Да, 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 Жанна, вот таким вот образом. Ну, там много есть нюансов по поводу того, что стареет. Здесь еще есть, я просто на некоторых вебинарах рассказываю, но информации много, нет возможности все рассказать на одном вебинаре. Есть еще особенность в паре, как люди подходят в процент мужской и женской энергетики. Ну, если кого-то это интересует, и просто если мы потом индивидуально встретимся, я могу рассказать, как это все делать, как посчитать, потому что здесь именно важно, именно конкретно вы и тот конкретный человек рассчитать именно вот эту вот совместимость. Вот, просто я сегодня хотела сделать вам подарок. Те, кто захочет послушать потом мои курсы, я сделаю сегодня подарок. Я оплачиваю в течение сегодняшнего вечера. Ну, сегодня мало времени завтрашнего. Я сделаю подарок такой новогодний. Это вот беседа со мной, получасовая. То есть подарок бесплатная, такая консультация, беседа, как вы хотите. Вот, и, в общем-то, отвечу на все вопросы, которые вас интересуют. Могу там еще какие-то техники вам рассказать. Вот, в зависимости от ваших желаний. Это вот то, что связано с чакрами и с подпиткой их. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. А я хочу вам дальше рассказать про третий вид энергии. Про энергию золотого цвета. Ее еще в Индии называют дао. О, это божественная энергия. Мы ее получаем через, ощущаем ее нашей третьей сверхчакрой, дангмой. Она находится между, чтобы вам было понятно, между сердечным центром и солнечным сплетением. Нет, 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 не обязательно, любовь. Если одинаковая чакра не закрыта. Нет, нет, нет. Почему она может быть закрыта? Вы чакру вообще можете открывать, закрывать. Это не связано с тем, есть у вас человек рядом, мужчина противоположного пола. Больше того, умея работать с этими энергиями, в общем-то, не всегда и нужен человек противоположного пола рядом. Дело в том, что люди вступают в сексуальное взаимоотношение в связи с тем, что им не хватает другой заряженности энергии. Мужчинам не хватает женской энергии. И чем больше этот недостаток, тем чаще вот эти вот сексуальные контакты. То есть это нужно конкретно смотреть и вашу мужскую, и женскую составляющую, и вашего партнера. И это вот с этим вот связано. То есть это тоже очень интересные вещи. Все это можно маятником прямо померить, посмотреть. Мы сегодня с вами поучимся работать с маятником. Вообще интересная вещь, потому что одна из девушек, которая вот купала у меня курс, дело в том, что все, кто берет у меня курсы, ну, потом у нас есть чат свой. Я даю, на любой курс, какой бы вы ни брали, я даю свой скайп. Вот, и вы имеете возможность со мной общаться. И некоторые, в общем, ну, скажем так, часто очень это делают. И я в курсе их там каких-то личных дел и вещей. Вот, и вот у одной женщины была такая ситуация. Она интересовалась именно по поводу личной жизни. Делать, не делать. Вот мы с ней просто смотрели, просто энергетику, его и ее. Вот, она должна была там поехать, с ним встретиться. Они жили в разных странах. Вот, и я вот ей говорю, посмотри, по энергетике, ну, как бы ситуация не очень хорошая, потому что если ты готова опуститься на уровень ниже и быть просто вот, вот, тогда да. Вот, но для тебя это, в общем-то, здесь есть еще момент того предназначения, того проекта, который мы выполняем на этой земле. Если мы отступаем от этого, то у нас бьет это по здоровью, это бьет по нашему денежному потоку. И что самое печальное, в конце концов, ладно, мы сами за свою жизнь отвечаем, это бьет по здоровью наших близких, тех, кто нас любит. То есть здесь много нюансов, поэтому вот в таких вот ситуациях нужно обязательно смотреть. Ну, еще есть такой момент, что все можно спросить у интуиции, то есть того проекта, который у нас есть в нашем теле, оно нам будет говорить, это наше или не наше. Поэтому каждый конкретный случай, все можно смотреть, можно спрашивать, можно эту информацию получать. Кстати, вот сновидение – это один из способов получать эту информацию. Вообще этих голосов у нашей интуиции много. Самое главное, чтобы их услышать. Итак, давайте возвращаемся. Значит, обращаемся к энергии Дао, она золотого цвета. Я вам расскажу упражнение. Мы сегодня поговорим о двух техниках соединения с вот этой энергией. И одна, и вторая – это соединение в состоянии альфа. Это вообще, вот я считаю, что бы вы, какими бы практиками вы ни занимались, какие бы курсы вы ни смотрели, это основополагающая вещь. И я вам объясню, почему. И одна техника, это же я называю, это волшебное упражнение. Я вам расскажу, как я его проверяла в разных случаях, как оно работает. И вы тоже сегодня попробуете с ним поработать. Итак, золотая энергия – это энергия Дао, это энергия Всевышнего, Абсолюта энергии. Вот она имеет золотого цвета. Существует множество разных способов соединения с этой энергией. Но я вот вам расскажу об одном способе. А вообще много способов я рассказываю в одном из своих курсов. Вообще во всех моих курсах очень много практик. И все девочки потом говорят, ой, надо сидеть и все конспектировать. Потому что практики, практики, практики. Но вы всегда найдете то, что именно вам нужно. Часто в чате у нас так идет разговор. А вот это вот, вот это использовать? А вот это вот это? Правда, чаще не в чате пишут, а лично мне пишут. Утром включаю, и куча вопросов уже ко мне есть. Итак, что это за энергия и для чего ее можно использовать? Но для начала несколько вступительных слов. В процессе нашей жизни мы получаем множество каких-то травм, которые влияют на наше физическое тело и на наши тонкие тела. Это физические травмы, это психологические травмы. То, что наше тело отклоняет от нормы, от нормы, от создателя. И в результате нашей жизни получается, что наши клеточки там, 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 там отклоняются от нормы, от создателя. Причем это происходит таким образом. Допустим, вот вы где-то упали, стукнулись. Может быть, в детстве там вы стукнулись качелями. Наверное, ни одного человека нет, который бы не любил в детстве качаться на качелях. И, наверное, ни одного нет, кого не стукали эти качели, кто с них не падал. Стукнули, например, ногу. А группа клеток в результате вот этого удара где-то застрессовалась. Причем вот эта группа клеток, она может быть совсем не в ноге или не в руке. Она может быть, это может быть спина, это может быть плечо. И мы не знаем, где эта группа клеток, но она там есть. И вот в результате нашей жизни вот этих групп клеточек очень много-много набирается. И вот это упражнение, которое я вам сейчас расскажу, позволяет последовательно вот эти группы клеток расстрессовывать. Как работать с этим упражнением? Вы все очень внимательно послушайте, потому что оно не очень просто выполняется. Сначала мы представляем, опять же, руки, ноги не перекрещиваются. Лучше стоять, особенно первый раз. Но можно и сидеть. Но вот лично для меня лучше стоя как-то я вот это все воспринимаю. Если вам тяжело стоять, можно прислониться к шкафу, к стенке, неважно. Кстати, вот в предыдущем упражнении, когда вы считаете, что вам достаточно энергии подкачать, а энергия идет, вы можете хлопнуть по ладошке, вы можете хлопнуть по стеночке или по шкафу, или по столу, если вы сидите. Итак, мы представляем, что вокруг нас крутится окон вот такой золотой энергии. Еще раз напоминаю, золотая энергия – это у нас энергия Творца, энергия Дао. Это та энергия, когда у нас все чакры в гармонии находятся. Эта вот энергия гармонизирует все. Не отдельно инская и янская, а все в гармонии. Итак, вокруг нас вращается по часовой стрелке вот этот такой вот золотой кокон, ось вращения, наш позвоночник, и вот мы крутим, крутим, крутим этот кокон, буквально 5, 10, 15 секунд, 30 секунд, мы что-то начнем ощущать. Если мы делаем правильно, то в руках и ногах мы почувствуем определенную вибрацию. Значит, если вы почувствовали вот эти вот вибрации в руках и ногах, мне, я только начинаю говорить, я уже эти вибрации чувствую. Значит, вы все делаете правильно. Но это только начало, это мы входим в это упражнение. Что происходит дальше? Вы продолжаете вращать этот кокон, и дальше в каком-то месте вашего организма вы что-то начинаете ощущать. Почему я говорю что-то? Потому что ощущения у всех будут разные, и места будут разные. Место это будет, это будет то место, которое требует первоочередной работы. Вот то место, которое на данный момент кричит «Караул, поработай со мной». И вот в этом месте вы можете ощутить холод, тепло, мурашки. Это место может зачесаться. В этом месте вы можете почувствовать боль. Причем боль может быть очень сильный. Что мы делаем дальше? Дальше мы представляем, что над нашей макушечкой, в районе нашей восьмой чакры, это четыре пальчика над нами, вот такой золотой шарик. Ну, у меня была только желтая палитра, золотую. Вот золотой шарик. Значит, причем вот золотой цвет, он не вот такой, как золотое колечко, да, я вам показывала, как тысячу солнц, вот такой вот золотой цвет. Это и кокон, и шарик этот. Мы представляем вот этот шарик, и мы вот этот шарик направляем в то место, где у нас появились вот эти ощущения. Что мы дальше делаем с этим шариком? Мы этот шарик начинаем в этом месте катать. Влево, вправо, по часовой стрелке, против часовой стрелки, снаружи, внутри, вот по своим ощущениям, как вам нравится, да. Вот представьте, что если у вас где-то что-то чешется, да, вот вы чешете там, где вот как вам надо, и вот так же вы выкатываете вот этим шариком вот это место, где у вас появились эти ощущения. Как долго катать до того момента, пока эти ощущения не пропадут? Дальше у вас появится ощущение в другом месте. Это следующая группа клеток вам говорит о том, что, алло, алло, работай со мной. Дальше вы направляете этот шарик в другое место. И вот таким образом вы работаете последовательно со всеми группами клеток. Как долго работать? Ну, пока вам это нравится, да, потому что вообще любые практики, любые практики, они более действенные, когда вы их выполняете в состоянии игры, в состоянии легкости. Вот эффективность их гораздо выше. Когда вам нравится, когда вы получаете от этого удовольствие. Если вы вот эту вот практику будете выполнять 40 дней подряд, а на 41 день забудете, вы по своему самочувствию поймете, что вам что-то не хватает. Вот эта вот практика у вас будет все больше и больше влиять на состояние вашего здоровья, на состояние вашей энергетики, на состояние ваших сил. Вот это упражнение можно использовать не только в качестве профилактики, потому что все мы люди ленивые. И как это, пока петух жареный не клюнет, мы как бы, ну, все как бы нормально. Очень редко люди как-то так предварительно с собой работают. Я вам сейчас расскажу, как я проверяла, как работает этот метод в случае повышения давления. Ну, вы можете проверить, когда у вас даже что-то болит. Я проверяла, начал болеть живот, попробуйте. У меня был случай, женщина упала утром и пишет мне вечером на вебинаре, я подскользнулась, очень больно ударилась, и весь день вот такая боль на месте удара. В конце вебинара она пишет, вообще волшебное упражнение, у меня прошла боль. Я вот поработала вот этим способом. Я решила, как работает это, проверить, как работает это упражнение в случае повышения давления. Вот как-то я себя не очень так хорошо почувствовала, то есть, еще раз подчеркиваю, мне ничего не болело, просто вот как-то так, не очень комфортно. Я померила давление, все тонометром, видно, какое давление. Ага, повысилось давление. Ну, про давление мы немножко попозже поговорим, потому что у этого, может быть, стоя одна причина у повышения давления. Итак, на лицо повышенное давление. Я стала крутить вот этот золотой кокон вокруг себя. Что у меня происходило, у вас даже при том же симптоме, может быть, совсем все по-другому, потому что, еще раз говорю, повышение давления, причин у этого может быть очень много. Но все равно нужно смотреть состояние чакр сразу. А мы сегодня с вами посмотрим, как это сделать, как можно проверить состояние чакр с помощью маятника. Итак, начала я крутить вот этот кокон, и у меня стала болеть голова. Причем не просто болеть, а, знаете, просто вот дикая боль в голове. Когда я начала выкатывать вот этим шариком, причем я несколько раз проверяла, как работает эта техника, и в разных случаях мне понадобилось разное время, от 2, где-то до 5 минут катать вот этот шарик, чтобы прошла вот эта вот боль. Вот. Ну, прошло, ну, 2 минуты, ну, 5 минут максимум. Я меряю давление, давление падает на 20-30 единиц. Другой вопрос, что это скорая помощь. И нужно, конечно, устранять причину повышения давления. Вот. Это уже другими какими-то способами можно работать. Хотя если регулярно работать разными техниками, да, то все можно работать с разными причинами. Вот так вот работает это упражнение. Давайте попробуем все немножко это сделать. И вы напишите, какие у вас будут ощущения. Давайте попробуем немножко и напишите, что у вас получится. Итак, начинаем вокруг себя крутить вот этот вот кокон. Появилась вибрация в руках и в ногах. Это значит, мы все правильно делаем. И потом появляются какие-то ощущения в каком-то месте. Иногда мне пишут, появляется как бы тяжесть в горле. Вот. Скорее всего, если у кого-то это вот в этой точке, то какие-то, видимо, есть претензии, то, что вы не выговариваете кому-то, какие-то обиды, то есть невысказанное что-то. Вот это может быть вот этой вот причиной. Напишите, пожалуйста, что у вас получилось. Может быть. Значит, если какие-то ощущения в голове, значит, попробуйте просто покатать шарик. Именно вот в этом районе. Да, я думаю, запись будет. Хорошо, вы мне напишите. А я тогда немножко хотела бы вам рассказать об одном курсе, потому что там много про чакры. Сейчас я вам картиночку выведу. Поговорим. Может быть, кому-то это будет интересно. Вот. Я сейчас говорила про чакры. И вот в этом курсе мы довольно-таки много потратили время, разговаривая о чакре. Этот курс проводила как раз в конце декабря. А, наверное, как раз ровно год назад было 25 декабря. Мы проводили 25-26 в прошлом году. Значит, что мы делали? Мы диагностировали чакру. По очереди. Первая, вторая, третья и так далее. Мы делали несколькими способами. Потом мы чистили эту чакру, накачивали туда энергию и дальше проверяли, прямо в числовом выражении, в каком состоянии чакра. То есть можно прямо смотреть результаты работы. Каждая чакра чистится определенной своей техникой. Дальше мы здесь говорили о точке сборки. Что такое точка сборки? Впервые такое понятие, как точки сборки, дал Кастанеда. Вы можете спросить, сказать, что зачем она нам вообще, зачем она нам говорит про какую-то точку сборки, к чему она вообще здесь. Дело в том, что я вот сегодня вам говорила про касты, говорила о способностях в зависимости от касты. А точка сборки – это и есть, в общем-то, принадлежность нас. Ага, видите, вот уже давление у Ирины упало. Я вообще говорю, что это удивительное упражнение. Мне оно очень нравится. Так вот, дело в том, что точка сборки – это та чакра, которая у нас на данный момент наиболее активирована. Зачем я вам про это говорю? Дело в том, что вот мы рождаемся все в какой-то касте, и дальше, если мы растем, духовно точка сборки у нас повышается. Ну а дело в том, что, как мы сегодня с вами уже говорили, что каждая чакра отвечает за определенную сферу жизни. Ну, допустим, мы пошли путем духовности, да, вот мы уже там на четвертой чакре, может быть, мы уже там на пятой чакре, то есть каста у нас выше и выше и выше. Но деньги-то у нас на какой чакре? Деньги у нас, например, и отношения с противоположным полом у нас находятся на второй чакре. И вот нужно уметь менять эту точку сборки для того, чтобы нормально решать вот эти вопросы. Или, например, если вы хотите, ну, какую-то просмотреть ситуацию, предвидеть какое-то будущее, но не обладаете свойствами людей ясновидящих, это свойства людей шестой касты, да, но на какое-то время можно подкачать туда энергию, поднять туда точку сборки. И все про это мы вот говорим в курсе. То есть можно подкачать энергию и просмотреть, то есть немножко поясновидеть в какой-то области. И вот в этом курсе я даю несколько техник просмотра будущего или ответов на какие-то вопросы. И вообще рассказываю, как вот менять эту точку сборки, можно ли ее менять у себя, как понижать, как повышать, можно ли это делать с другими людьми, потому что что-то можно, что-то нельзя. Вот все про вот это вот мы говорили. А также я давала элементы работы с энергией, потому что нам это нужно было для дальнейших вещей в этом курсе. Я рассказывала довольно-таки много про места силы. Большинство из нас как представляет место силы? Вот я пришел туда, сел, и все мне вот классно и хорошо. Но на самом деле нет. Места силы тоже бывают иньские, янские и дао. Тоже нужно уметь их определять. Нужно знать, что является местом силы, что не является. Кроме этого нужно знать, когда из этого места уйти. Потому что энергия в местах силы тоже циклично. Она то пребывает, то уходит. Чтобы не получилось так, что вы уйдете из места силы в тот момент, когда энергия у вас забралась. И вот дальше мы создавали в этом курсе амулет. Амулет можно создать на семья, на себя, на семью, на фирму вашу. Может быть у вас какие-то проблемные взаимоотношения на работе, или там с вашим ребенком, или с мужем, или там с тещей, с свекровью, неважно. Ну вот, спасибо большое. Видите, уже попробовали, уже результативно. Я вам говорила, что сегодня много будет практик, которые вам можете в жизни использовать. И вот этот амулет вы можете создать. И мы его создаем на этом курсе с подключением мест силы, с подключением богов любви, с подключением богов богатства, защиты. Амулет этот работает где-то 2-2,5 года. Вы можете их много создать, и все это я рассказываю в курсе, как это делать. Кроме этого, мы рассказывали, говорили о том, как создать амулет на верность. Но сразу хочу сказать, если человек не по судьбе, не нужно создавать этот амулет. А как определить, по судьбе он или не по судьбе? Но это все мы поговорим. Вообще, этот курс, именно этот курс записи, но я всегда даю свой скайп. У вас есть возможность. Всегда, то есть вы спокойно можете смотреть этот курс. И когда появляются какие-то вопросы, хотя я все очень подробно объясняю, вы можете что-то спросить и со мной побеседовать. Я даю здесь несколько техник просмотра будущего. Также вы можете придать себе или вашим близким какие-то черты характера, которые, как вы считаете, вам не достают. Допустим, может быть, у вас ребенок, ну, например, очень робкий. Он, может быть, в школе там боится, да, там ребят боится. Или боится отвечать уроки. Ну, разные ситуации бывают. Или наоборот, очень такой вот себя нагло ведет или как-то неуравновешенный. То есть вот какие-то черты характера. Вот это вот можно все это изменить. Я рассказываю, как это сделать. Кроме этого, в нашей жизни бывают какие-то хорошие события, плохие. Что-то было, а потом не стало. Допустим, у вас раньше были какие-то хорошие отношения, а сейчас нет этих отношений. Не именно с этим человеком, а вообще. Сейчас вот нет отношений, которые бы вас устроили. Или, может быть, раньше была какая-то более высокооплачиваемая работа, а сейчас ее нет. И вот эти энергии хорошего из прошлого можно перенести эту энергетику в настоящую. И тоже мы говорим о том, как это делать. Большой блок в этом курсе посвящается энергии огня. Что такое огонь? Вообще огонь имеет четыре ипостаси. Тот огонь, который мы с вами знаем, это одна из ипостасей огня. Это вот когда костер горит, газ горит, свечка горит. Это одна из ипостасей. Но если соединить четыре ипостаси огня, огонь становится волшебным. Он по-другому начинает гореть. Я рассказываю, как это делать. И когда вы делаете огонь этот волшебный, то вы можете, например, чистить человека свечкой. То есть, допустим, вы пришли на работу, а кто-то там кекает. И вы можете буквально за пять минут человека сделать здоровым. Как это делать, я все рассказываю. Рассказываю, как пару лет назад приезжали в Киев буддийские монахи и демонстрировали, как с помощью этой техники они лечили детей больных церебральным параличом. Они разводили огромный костер и вот с помощью вот этой технологии лечили вот этих детей больных. Также в этом курсе и в этом и еще в следующем я даю мантру-корректор. Что это такое? Ну, например, вы что-то прочитали в интернете, какую-то технологию. И там может быть какая-то ошибка. Часто иногда дается с ошибками. Вроде как вот это вот сделал и все хорошо. Только учтите, здесь есть отличие технология от каких-то там заговоров. Очень аккуратно нужно с этим быть. Нужно всегда проверять, насколько экологично то, что вы делаете. Можно это делать или нельзя? Ваше это или не ваше? Про это я рассказываю в следующем своем курсе. Вот эту мантру-корректор. Даже если вы что-то сделали вот в технологии с ошибкой, вот эта мантра-корректор, она все поправит и все сделается так, как нужно. И еще в этом курсе я даю две интересные защиты. Они очень интересные. Они защиты не только как бы от, ну, как бы негатива, как бы считается защита, когда на нас что-то нападает. Но и в таком случае, допустим, если вы автомобилист или вы выходите из дома, да, чтобы с вами ничего плохого не случилось. Вот. Если вы автомобилист, вы знаете, что вообще, наверное, никто, кто за рулем, не любят, когда их останавливают товарищи с полосатыми палочками. Вот. Проверьте это, а вот это у вас хорошо, а это нет. Как правило, как-то так, не всегда приятны такие остановки. Вот эта защита позволяет сделать так, что вас эти люди просто не видят. У меня была ситуация, когда я вообще, обычно я сажусь в машину и ставлю эту защиту. То есть, если вы эту защиту поставили, то и автомобиль ваш не попадет в нехорошую ситуацию. Вот. Я забыла поставить эту защиту и меня уже остановили. То есть, как остановили? Я проехала. В общем, короче, мне уже говорят, вот, уже идет к вам товарищ. Я оставила машину. Вот. И, в общем, короче, все. Но я быстренько стала все это делать сразу. Вот. И, в общем-то, все обошлось. Хотя, вообще, такая была не очень хорошая была ситуация. Вот это, вот этот курс. Значит, если кто-то хочет, пожалуйста, посмотрите еще более внимательно, пока на экране, что там есть. Но, вообще, сегодня будет для вас предложение, если вы будете два курса брать, то будет специальная цена. И, если вы будете брать все три курса, то практически это будет по цене двух, практически. Ну, и плюс, кто оплачивает сегодня-завтра, еще будет беседа со мной. Ну, это именно только новогоднее предложение, чтобы потом кто будет смотреть записи, потому что, ну, не в состоянии так со всеми беседовать. У меня так один из курсов это вот личная беседа. То есть, половина там записи, это когда мы с маятником там работаем, а вторая половина это индивидуальная работа. Если есть вопросы по этому курсу, то, пожалуйста, задавайте, а я перейду к следующей вещи. Так, мы вернемся к золотой энергии. Вы уже, уже часть из вас попробовала, да, и уже сказали, сейчас я на вопросы отвечу, что уже работает, да, вот давление уже у Ирины упало, и улики получилось. Любовь спрашивает, другому человеку можно сделать шарик? Ну, вообще можно, но вообще лучше человека этому научить, желательно. Лучше научить, чем делать самой. Можно и подкачивать энергию другому человеку в какую-то чакру. Об этом я рассказываю вот в этом курсе технологии вовсества, но вы делаете через себя это все. То есть, здесь есть нюансы. А вообще лучше, лучше научить другого человека, потому что вот я иногда рассказываю в бинарах по выполнению желания, иногда спрашивают, а могу я для кого-то выполнить желание? Ну, те техники, которые я рассказываю, они все-таки больше связаны именно с выполнять для себя желание. Почему? Потому что для нашей интуиции, для нашего бессознательного непонятно, как вы для кого-то что-то желаете. А техники там все выполняются на уровне альфа. И, в принципе, можно для другого, но вы должны знать, что вы своим делитесь с другим человеком. То есть, если вы готовы часть своего отдать, вы должны вот эти вещи знать. поэтому, если вас это интересует с точки зрения, что это ребенок, то можно и ребенка научить, но если совсем ребенок маленький, то, конечно, можно. И защиты можно ставить другому, потому что защиту вы тоже ставите со своей чакры дангмы, потому что из чакры ставишь определенные вещи. Так что, в общем, вот так вот. Но лучше научить другого человека. Итак, это вот один из способов работы с этой божественной энергией. Значит, тяжело больной. Если человек тяжело больной, есть разные способы работы с ним. Я вам просто дам эти техники, вот, когда идет работа именно вот с человеком, который лежит. именно просто когда вы не задействуете свою энергетику. Кстати, по поводу вот, это, в общем-то, не тема нашего сегодняшнего вебинара, но раз возник вопрос, немножко, может быть, я скажу не в парадигме нашей культуры. Наша культура как? Мы должны быть сострадательны, мы должны людям всем помогать. Да, но есть но, есть вот это но, потому что, сейчас объясню, с какой точки зрения, каждый человек, как радиостанция излучает определенную вибрацию, наверняка большинство кто из вас здесь находится, они это знают, да, что есть вибрация, у каждого человека есть своя вибрация. И вот вибрация одного человека может быть не очень, особенно если он болен, она не может быть уже хорошей. всегда ли принимает другой человек вот эту негативную вибрацию, как вы думаете, напишите мне, как вы думаете, любой ли человек, вот больной человек, да, ну вот он тяжело больной, может быть там умирает, не умирает, вот эта вот негативная вибрация, она, ну, это не зависит от человека, он болен, организм его вот в таком состоянии, соответственно, он испускает вибрации больного человека, как вы думаете, любой ли человек вот воспринимает вот эту вот вибрацию негативно, как вы думаете, напишите мне, пожалуйста, как вы думаете, напишите, нет, на самом деле, не любой, что-то не пишут, вот, но здесь есть нюансы, Любовь, если вы мне потом напишите, я вам скажу, что делать, потому что здесь вопрос такой, что как бы самому таким не стать, потому что здесь есть всегда опасность, это влияние семантического поля, но это у нас сегодня не тема нашего сегодняшнего этого разговора, но вот нюансы такие, ну раз такая ситуация возникла, мне напишите, мы с вами поговорим. Итак, следующий способ работы с золотой энергией, соединения с энергией Творца, с энергией Создателя. Но для того, чтобы об этом поговорить, немножко поговорим о такой вещи, что мы в зависимости от амплитуды колебания нейронов можем находиться в разном состоянии. и ученые по-разному назвали эти состояния, да здесь даже не все у меня перечислены, еще гамма например есть. Я отдельно не буду останавливаться на этих состояниях, это опять же не тема нашего сегодняшнего разговора, мы отдельно сегодня поговорим про состояние альфа. Но вот то состояние, в котором мы сейчас все с вами находимся, это состояние бета, нормальное состояние бодрствования. Если мы допустим идем и вдруг на нас начинает прыгать собака, мы попадаем в одно из высших бета, это уровень стрессовых состояний, если это состояние еще повышается, допустим как-то может быть принудительно, может быть с помощью принятия алкоголя или других каких-то веществ, мы попадаем еще больше в высшее бета, и тогда нам может прийти какое-то озарение. Но кстати такое же состояние мы можем получить наоборот понижая амплитуду, например, это восточный путь, медитация, это мы можем получить в состоянии тета. А мы сейчас с вами поговорим про состояние альфа. Что же это за интересное состояние? Я вообще считаю, что если вы начали путь развития, движения, что-то узнавать, то не просто нужно знать об этом состоянии, нет, этого мало, нужно обязательно научиться входить в это состояние, причем научиться входить в него быстро, и я вам сегодня расскажу, как это сделать, чем хорошо это состояние. сейчас я просто несколькими фразами вам объясню, и вы поймете именно необходимость этого состояния. Я начну про исполнение желаний. Все мы хотим, чтобы было так, как мы хотим, что-то у нас было, какие-то события, какие-то вещи, и сейчас очень много выступлений, как исполнить свои желания, особенно перед Новым годом, а как вот это сделать, а как вот это сделать, кстати, есть у меня одна техника исполнения желаний, я еще не своим никому не рассказывала, вот если кто-то захочет, я могу ее рассказать в ту получасовую консультацию, которую я подарю те, кто приобретет курсы сегодня-завтра. Так вот, какой нюанс? Много всего говорят, и надо вот это, и надо вот это, вот когда послушаешь, думаешь, как в этом разобраться, как вообще вот это сделать, а вообще есть четкие вообще инструкции, да, и я в своих курсах по исполнению желаний обычно рассказываю, вот, делай так, делай раз, делай два, делай три, и все про эти фазы рассказываю, ну, потом еще новый курс планирую, там более детально все расскажу. Так вот, нюанс, нюанс, смотрите, вот есть фильм, наверное, все слышали его, да, это было, как называется, господи, потому что мы с головой доцелом, вот, говорят, вот вы визуализируйте, вот, сделайте плакат, приклеите там картиночки, как вы, вот вы там яхту хотите, вот там машину, дело в том, что сколько вы бы не визуализировали состояние бета, это все только ваши фантазии, и ничего у вас не произойдет. Менять реальность мы можем только тогда, когда мы на уровне альфа, а вот на уровне альфа мы действительно можем менять реальность. И в своих курсах я даю много техник разных, как вот выполнять желание, то есть менять реальность именно на уровне альфа. То есть это то состояние, когда мы можем действительно реально что-то менять в нашей жизни. Часто на вебинарах дают медитацию. И вот одна медитация, и вторая медитация, и третья. Вообще на самом деле медитацией может считаться только то состояние, когда вы попали хотя бы в состояние альфа. А еще лучше тета, но дельта, это только йоги могут для себя безболезненно там оказываться, потому что дельта это уже состояние комы, собственно говоря, для обыкновенного человека. Это состояние вот такое вот уже, когда человек уже ничего не соображает. А йоги могут находиться в этом состоянии, управляют этим состоянием. И тогда медитация это тогда, когда мы находимся в альфа или в тета. Еще более глубокое медитативное состояние, но это состояние в общем-то бодрствования. Если вы в состоянии бета находитесь, то это не медитация. То есть медитация она дает возможность что-то просмотреть в ваших прошлых жизнях, что-то изменить в вашей жизни и в прошлом и в настоящем. Именно нужно быть в этих состояниях. Дальше я не буду рассказывать, что альфа, если вы как минимум 20 минут находитесь в альфа состоянии, у вас по-другому протекают процессы в вашем организме, происходит обновление клеток, происходит омоложение и так далее, и так далее, и так далее. Я не знаю, убедила ли я вас, но вот альфа это действительно удивительное состояние. и сейчас я вам расскажу, как в это состояние попасть. Все ли могут в него попасть? Ну, во-первых, не только все могут попасть, а мы все в нем попадаем каждую ночь, те, кто спит. Но когда нам нужно попасть в это состояние, ложиться и пытаться заснуть, ну, это, знаете, не очень удобно. А вообще мы в него попадаем, когда мы о чем-то мечтаем, когда мы созерцаем природу. Можно просто представить, как вы созерцаете природу. Вы можете просто представить, как вы гуляете по лесу, и мы сегодня с вами будем работать маятником, и одно из условий, чтобы маятник показывал правильно, но это одно из условий, нам нужно быть именно в состоянии альфа. И вот вы сегодня просто, когда будете смотреть о маятниках ситуацию, которую вы будете просматривать, вы просто представляете виды природы. Причем я вам советую переключать эти картиночки, потому что если одна и та же картиночка, вы будете вылетать из этого альфа. Как понять, вы в альфа или не в альфа? Состояние альфа еще называют мысль-стоп. То есть когда ваши мысли переключаются, значит вы уже не в альфа. А когда мыслей у вас нет, это и есть то состояние альфа. Много существует каких-то числовых последовательностей. Я вам предложу то, что предложил Джон Кеха, это автор книги «Подсознание может все». Он как человек западный тоже предложил числовую последовательность. Я вам советую то, что сейчас на экране записать. Я вам вкратце расскажу, как это делается и расскажу, как это состояние заякорит. Что значит заякорить? Это значит по какому-то движению у вас вы просто сразу, через определенное количество повторов, когда вы наработаете этот якорь, вы просто будете попадать в альфа-состояние или в альфа-уровень. Итак, для того, чтобы попасть в альфа-состояние, Джон Кеха, кстати, он запатентовал вот этот вот способ. И это научно уже доказано. Что значит научно доказано? Это когда, например, да, там, допустим, 100 человек попробовали, и у 100 человек получилось попасть в это альфа-состояние. Итак, для того, чтобы попасть в альфа-состояние, мы выполняем три этапа. Первый этап – мы на нашем внутреннем экране. Что значит наш внутренний экран? Это когда мы внутри себя, вот там в центре головы, вот где-то там, представляем, например, школьную доску. И мы на вот этой школьной доске начинаем рисовать цифры. Значит, на вдохе рисуем, на выдохе стираем. Значит, сначала нарисовали 12, стерли на выдохе, потом нарисовали 11, на выдохе стерли. Опять на вдохе нарисовали 10, и так до единицы. Это вот первый этап. Второй этап мы делаем то же самое, только цифры у нас меняются. От единицы до 12. Вот этими двумя этапами мы переводим в альфа-состояние, в альфа-уровень, наше правое полушарие головного мозга, которое у нас отвечает за образы. А теперь нам нужно перевести наше левое полушарие головного мозга, которое отвечает у нас за логику, разноциональность. Для этого мы выполняем третий этап. Мы просто считаем от 13 до единицы. То есть вот так, 13, 12, 11 и так далее. Это все про себя мы делаем. И вот в результате вот этих трех этапов мы оказываемся в альфа-состоянии. Еще раз говорю, как проследить? Меня часто спрашивают, а как понять, я в альфе или в альфе? Смотрите, если у вас мысли не переключаются, значит вы в альфе. Но как же сделать так, чтобы не выполнять вот эту всю последовательность или еще что-то, чтобы попасть в альфа-состояние. Потому что многие техники, они действенны именно тогда, а многие спикеры вам про это не говорят. Именно когда вы находитесь именно в альфа-состоянии. Вы придумываете какой-то жест или прикосновение. Ну, например, вот так вот, кулак. Или вот сочетание вот так вот пальцев. Или прикосновение к подбородку. Сделали, например, вот так пальчики. И выполняете вот эту последовательность действия. Ага, раз сделали, два сделали. Сколько раз нужно сделать? Ну, у всех это очень индивидуально. Это зависит конкретно от вас. От того, насколько вы устали или не устали. Насколько вы амбициозно, как быстро вы хотите это дело освоить. То есть сколько раз вы будете осуществлять эти подходы. Ну, у всех немножко это по-разному будет. И дальше в дальнейшем, как только вам нужно альфа-состояние, вы раз пальчики сделали, и вы уже в нем. В принципе, заикорить можно любое состояние таким образом. Это вот, можно сказать, это такие приемы психологии. Итак, мы с вами научились попадать в альфа-состояние по якорю. И я советую вам то, что сейчас на экране записать, и потом освоить этот метод. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Если нет, то мы с вами немножко поговорим про стихии. Что это такое стихия? Значит, смотрите. Опять же, если говорить о выполнении желаний. Часто вам рассказывают, сделай вот это, сделай вот это. Здесь два прихлопа, здесь три прихлопа. Все это, конечно, хорошо. Но есть один нюанс при исполнении желаний. Нужна энергетика. Нужна энергия, которая позволит вам это желание исполнить. Кстати, наличие, например, у вас денег или каких-то отношений с противоположным полом, это, опять же, энергия вашей, например, второй чакры. И вот, например, если вы подкачиваете вторую чакру, вы можете обратить внимание на внешнем уровне, что происходит. Ну, может быть, деньги не сразу видны, а, например, вы подкачаете какое-то время эту чакру, и вы начнёте обращать внимание, что вам на улице будут подходить люди противоположного пола, проявятся какие-то старые знакомые, которые зачем-то вам звонят по каким-то делам. То есть я вот сначала, когда вот начала это практиковать, сначала не сразу связала. Думаю, а что это такое? Вот это, вот это, вот это. А, вот я подкачала вот эту энергию. И вот пошла вот такая вот цепочка вот таких вот событий. Так вот, стихии дают нам такую энергию на выполнение наших желаний. То есть даже отдельно не надо не подкачивать никакую энергию. То есть энергии стихий, даже просто четырёх стихий, достаточно для того, чтобы нам выполнить любое ваше желание. Вообще, кстати, если говорить о желаниях, можно выполнить любое желание, даже которое вам кажется невероятным. Но я не имею в виду такие шизофренические желания, когда там, ну, полететь или ещё что-то, вы понимаете, да, что для большинства из нас на данный момент это, в общем-то, нереальное такое желание. Вот, ну, в конце концов, может быть, в следующей жизни это получится. Хотя на Луне можно оказаться не обязательно на уровне материального мира. Туда можно слетать на тонком плане. Но, опять же, мы про это сегодня не будем говорить. Итак, стихии. Что это такое и почему вот я вывела картиночку, да, их 10. Здесь мы все знаем четыре стихии. Это всем они известны. Вот земля, воздух, огонь и вода. И, опять же, если кто-то захочет, я расскажу технологию на вот этой консультации, как выполнять желание. Всё детально расскажу. За полчаса я так выполнился. Как выполнять желание с помощью вот четырёх стихий. Но вообще, вот в своём курсе «Помощь стихий» я рассказываю несколько методов, как выполнять желание с помощью всех десяти стихий. Что же это вообще за десять стихий? Вообще, в ведических и жреческих всяких традициях речь идёт именно о десяти энергиях, о десяти стихиях. Сегодня уже и физики говорят, что в нашей Вселенной существует десять видов энергии, существует теория десяти струн. Вы можете это всё посмотреть, почитать. Больше того, с этими струнами связаны тоже интересные вещи. Например, многие из вас, наверное, слышали про Саи Бабу. Он умел материализовывать какие-то вещи. Это тоже связано с этими струнами. Например, вещи какие-то золотые просто из воздуха. И есть видео в Ютубе. Всё это вы можете посмотреть. Итак, десять стихий. Я отдельно не буду останавливаться на всех этих стихиях. Их восемь. Они ориентированы по сторонам света. Ещё есть звёздный свет сверху. И плодородие снизу. Что могут эти стихии? Они могут и защищать ваш дом. Они могут и выполнять ваши желания. Они могут давать вам энергию. И много-много чего они могут. Одна из женщин мне в июле месяце писала, что я обратилась к помощи стихий. Дочка попросила, ей энергии не хватало. Вот как-то упадок у неё сил был. И пишет мне. У меня очень большой вопрос по стихии. В чём дело? А вот говорит, я дочке помогала, подкачивала энергию. А женщина пенсионерка. На улице жара, лето. Вот она говорит, я дома всё сделала. Поехала на дачу на автобусе. Там всё сделала. Приехала домой. Опять по дому бегаю, всё делала. У меня, говорит, вопрос. У меня, говорит, столько энергии. Чё мне делать? Я спать не могу. Я спрашиваю, а у дочки как? У дочки где-то через час, через два энергия появилась. То есть она на себя приняла, видимо, больше поток этой энергии. Но я не знаю же, как она там делала. То есть вот и энергию стихии дают. Кроме того, если вы определённым образом подружитесь с этими стихиями, вы можете обеспечить себе как бы защиту по всем вот этим десяти стихиям в разных направлениях. То есть они всегда вас будут защищать и поддерживать. Кроме этого, стихии могут быть не чисто выраженные. Отдельно, мы говорим, это на курсе я рассказывала отдельно про каждую стихию. Но есть и такие существа, которые соединяют в себе несколько стихий. Но их ещё называют стихиалии. Ну, они все вам знакомы. Это домовой, это хозяин леса, это банник, это лесовик, это хозяин гор и так далее. И так далее, и так далее. Это интересные такие существа. Они могут нам помогать. Дело в том, что большинство из них, тех, что я назвала, они питаются инской энергией. Мы сегодня с вами говорили про инскую и про янскую энергию. А я рассказываю, как им дать энергию янскую и энергию дао. Мы сегодня с вами говорили об этих энергиях. В результате этого они усиливаются, если это касается домовых. И домовые начинают охранять, если вы делаете определённые практики. Начинают не только вас охранять, но и начинают влиять на ваше материальное благосостояние. Потому что мы помним, что инские энергии, они отвечают за материальные вещи в нашей жизни. Домовых вы можете не только своих, но и принести ещё извне. Я тоже рассказываю, как. У меня вот один молодой человек, недавно я с ним рассказывала, он говорит, я их 30 штук принёс. Ну и как они помогают. Вообще, говорит, классно. Интересно, говорит. Я, говорит, вообще поражаюсь. Ну там как бы их кормишь, да, определённым образом заряжаешь эту еду. И говорит, я прямо вижу, как вот раз и вода, и вот раз и сухо. То есть, ну вот просто так вода так не высыхает за какое-то время. Но он их столько завёл, то есть, это явно у него уже видно. Ну и рассказывает, какие вещи они там уже у него делают. Вот такие вот интересные вот вещи. Вот я в этом году проверяла хозяина леса. Каким образом? Вообще, если вы обращаетесь к этим стихиалям, вы можете попросить. То есть, вы даёте, то есть, там такой взаимовыгодный обмен. Вы даёте им эти энергии определённым образом. Я рассказываю, как. И у них просите то, что вы хотите. Вот. И вы можете просить там грибов, ягод. Я вот просила ягодок. Но я пошла дальше. Вот мне ягодки это хорошо, но мне не очень нравилось, что комары меня очень ели. Я бы просила, чтобы меня защитили от комаров. Я это делала несколько раз, но не говоря о том, что за довольно-таки короткий период я на очень небольшой полянке, да, я всё время собирала очень много земляники. Ну ладно, можно сказать, ну вот оно там наросло и так далее. Как бы мы всегда сомневаемся в этом. Но я попросила так, чтобы меня комары не ели. И уже в следующий мой поход в лес я пошла, ну это рядом там было с дачей, вообще просто в одном купальнике. Муж мне говорит, ты что, с ума сошла, тебя вообще комары зажрут. Самое интересное, не ели. Вот я была удивлена, я вообще думала, что хозяин леса, он влияет только на, ну на урожай, да. А он вот таким образом ещё и защитил меня от комаров. То есть вот так вот они работают. Эти существа, они есть и в машинах. Есть такие существа, их гремлины называют, они в самолётах. Впервые о них заговорили английские лётчики во время Второй мировой войны. Всё это я вот в курсе рассказываю. Про какой же курс? А, речь идёт о помощи стихий в курсе. Значит, также я там рассказываю про выкатывание яйцом. Вот смотрите, сейчас вот я картиночку вам привела. О чём говорит вот эта картинка? То есть в принципе вы можете выкатывание яйцом найти в интернете много техник, да. Но я рассказываю в этом курсе, как это делать с помощью божественных сил. То есть там дальше идёт работа, идёт на уровне божественные. То есть там божественные силы всё делают. Вот это вот, вот этот вот стаканчик, да, вот вы видите результат выкатывания яйцом. Вот этот один всплеск говорит о том, что одно воздействие. И вот этот колпак, так называемый, над желтком, говорит о том, что у нас перекрыт какой поток? Поток вот яйнской энергии, да, сверху которой божественные идёт. Но я вот эту технику рассказываю так, что в принципе вы это можете не рассматривать. И больше того, не надо это рассматривать. Всё это мы смотрим определёнными глазами божественными. Вот. И идёт работа по очистке. Ну вообще яйцом больше мы чистим те ситуации, которые, ну вот в нашей жизни произошли. Например, с ситуациями там из прошлых жизней или каких-то глубоких там с программами такими серьёзными. Ну конечно лучше работать другими методами. Что вообще ещё в этом курсе? В этом курсе, вот я примерно перечисляю, о чём мы говорили. Там 6 часов времени, по-моему, 5 или 6 уже, я не помню. Мы его в мае проводили. Ага, почти 6 часов. Вот. Столько много информации. Поверьте мне, такая интересная информация. Все техники как бы рабочие. И мне тоже вот девочки пишут, ну обычно уже индивидуально пишут. А у меня вот это получилось с этим. А у меня получилось с этим. Вот. Ну и опять же там исполнение желаний с помощью маятника в этом курсе. Ну, например, вот такие вопросы мне пишут. А почему у меня, вот я загадала, а не все желания исполнились. Вот. То есть вот такие есть нюансы. То есть желания исполняются. Вот. Ну, здесь много всего интересного. Можете посмотреть здесь, как осветить воду. Как осветить пищу, которую вы применяете. Как целить с помощью мантры, с помощью наложения рук. Это можно и себя делать, и себя, и животных. Как можно увеличить урожайность на вашем участке с помощью этой вот методики. Вот. Ну, в общем, много-много-много всего. Большой блок посвящен, конечно, вот стихиям. Вот. Несколько техник доно. Там, по-моему, четыре. Как с ними работать. Вот. И все это можно, все это делать. Вот. Также, вот видите, вот это перечень. Все, что делаем мы на этом курсе. Вот. Много таких интересных вещей, например, и про мантра-корректор здесь есть. Вот. И про домовые здесь я рассказываю. И про духи этих стихий. Как привлечь свою половинку. Ну, сейчас время уже прошло. Там нужно на новолуние три первых лунных дня тоже. Там можно вытаскивать то, что вам нужно. У меня такой случай был. Моя родственница, но ей нужно было по работе там найти детали какому-то там двигателю, который еще советский. И нигде этих уже деталей нет. Я говорю, попробуй вот эту технику. Она попробовала на следующее утро, раз, нашла в интернете. Это же, понимаете, да, они домой ей принесут эту деталь. То есть так сложатся обстоятельства, что она это нашла. То есть и как работать со свечой, и как выкатывать яйцом, и исполнение желаний с помощью маятника. В общем, много-много-много всего в этом курсе. Значит, напоминаю, если вы хотите два курса, то это цена гораздо меньше, чем если вы отдельно их покупаете. Если вы берете три курса, то это практически цена двух курсов. Ну и теперь мы с вами перейдем непосредственно к работе с маятником. Будем работать с маятником? Напишите мне, или я так вижу, что это у меня уже мои девочки здесь есть. Есть еще желающие. Будем учиться работать с маятником? Напишите мне, кто будет работать с маятником. Приготовили маятник? Так. Отлично. Итак, маятник. Значит, сразу говорю, маятник – это инструмент. Это не маятник показывает. Маятник показывает то, что дает ваше подсознание, ту информацию, которую оно получает из информационного поля. Есть, конечно, много нюансов работы с маятником, и у меня есть отдельно на это курс, но сейчас мы попозже про курс поговорим, если кому-то интересно. А пока давайте приготовим наш маятничек, раз вы приготовили, и давайте посмотрим, как же им работать. Итак, я показываю маятник и держу так высоко, чтобы вы видели, а вы маятник берите вот на расстоянии 10-15 сантиметров и локоть ставьте на стол. Расстояние, в принципе, от поверхности стола где-то примерно сантиметр. Ну, вот то, что мы сейчас будем делать, можно и повыше. Здесь в данном случае пока не важно. Итак, берем маятник, так его успокаиваем, да, и говорим, маятник крутись по часовой стрелке. Дальше мы говорим, маятник против часовой стрелки. Маятник слева направо. Маятник вперед-назад. То есть это вам ответ на вопрос, который многие задают, а почему маятник показывает то, что я хочу? Вот для того, чтобы маятник показывал не то, что вы хотите, а правду, нужно быть в альфа-состоянии. То есть у вас не должно быть мыслей. Это одно из условий. Это не единственное, но это одно из условий. Дальше вы у маятника спросите, как у меня будет да? Ну вот у меня да по часовой стрелке. Если у вас не по часовой стрелке, а вы хотите, чтобы было по часовой стрелке, вы просто говорите, маятник, да, по часовой стрелке. То есть вы договоритесь, это вы со своим подсознанием договариваетесь, да? Маятник, как у меня будет нет? Видите, прочь в часовой стрелке. Маятник, как будет, не скажу. Вот видите, у меня слева направо. Как будет, не знаю. Вперед-назад. То есть вы поняли, да? Маятник дает 4 ответа. Да, нет, не скажу, не знаю. Мы с вами это уже усвоили, да? И теперь вы нарисуете себе вот такую табличку. Вот такую табличку. Значит, она может быть кривая, косая, просто от руки. Нарисовали. Нарисовали. Неважно, сектора могут быть не одинаковые, это не важно. Потом дальше, когда, если вы будете работать, вы можете себе ровненькую сделать. Дальше вы маятник поставите вот над этой точкой. Так, вот в эту точку. Но начнете вы работать после моей команды. Почему? Потому что вы не умеете, еще большинство из вас, да, работать с маятником. Нужно выполнять определенные вещи, чтобы работать с маятником, чтобы все было правильно. Кроме того, у каждого из вас разный процент подключения к темным силам. И не у всех будет правильный ответ. Я не могу на 100% у всех гарантировать, что пойдет правильный ответ, но я попрошу хотя бы за большинство из нас, да. Поэтому после моей команды мы начнем работать и поставим вот в эту точечку маятника. Что значит поставим? От этой картиночки до конца маятника где-то 5-10 миллиметров, да. Ну, сантиметр где-то, да. И вы зададите вопрос, сколько черных каналов у вас открыто. После моей команды. Все, пожалуйста, работаем. У двоих человек не очень будет правильно, у остальных все должно быть нормально. Итак, проверяем, сколько черных каналов у нас открыто и напишем мне, что у вас получилось. Ну, что, ни у кого не получилось? Опа. Ну, это много. Иногда бывает, что связь есть с инфернальным миром, и когда связь эта убирается, и каналов бывает поменьше. Что такое черные каналы? Отлично. Здесь еще есть нюанс. Иногда в последнее время не всегда показывают подключку черную, хотя она иногда и есть. Там немножко по-другому надо будет смотреть. Что такое черные каналы? Ну, вот есть вот такая табличка, да. Можно посмотреть примерно, какие черные каналы бывают. Черные каналы могут быть с каким-то конкретным человеком. Черные, вот вы, например, да, слушаете разных спикеров. Когда вы покупаете курс, нужно всегда смотреть, не будет ли через этого человека подключки, потому что иногда человек бессознательно подключает этот черный канал. Ему подключается человек, когда с ним работает, а некоторые делают это сознательно. Что вообще через черный канал? Ну, вот могут спросить. Ну, вот есть он, нет. Как это на нас влияет? Через черный канал уходит наша энергия. Это раз. И через этот канал к нам поступает деструктивная информация. И вам кажется, что мысли это ваши, а на самом деле это не ваши мысли. И, соответственно, вы поступаете с тем, как вам кажется, что это все ваше. А на самом деле подсказка идет совсем по-другому. То есть, если провести аналогию, вот зима, вы двери на распашку, тепло из дома уходит, и с улицы может идти грязь и так далее, и так далее. То есть, если провести аналогию, что такое черные каналы. Значит, черный канал может быть, например, с близким родственником. Например, особенно, если это пожилой человек, и он подключается часто, например, с темной части семейного эгрегора. Есть куча эгрегоров, и может быть черная связь, потому что у любого эгрегора есть темная связь и черная связь. Потому что, ну, мы без эгрегоров мы никак не можем. Все равно мы к какому-нибудь эгрегору и подключены. Но все вот с помощью маятника, все это можно диагностировать и проверять. То есть, маятник – это инструмент, это волшебный инструмент. Можно, конечно, пользоваться и рамкой. Если у вас рамки нет, просто можно использовать вот так вот согнутую проволочку. Ну, есть рамки, соответственно, и такие магазинные. Но даже если вы не глубоко собираетесь пользоваться, например, многомерной медициной, потому что, конечно, там нужно, как бы, так сказать, определенный пласт информации поднять, вот, если вы не готовы, то даже на каком-то бытовом уровне очень полезно научиться работать с маятником. А вообще, маятником можно все узнавать по своему состоянию здоровья. Свои анализы. Делать вам поступать так или не поступать. То есть, связь с вашей интуицией, получать вопросы. Что касается вопросов из информационного поля, часто спрашивают. Не все вопросы можно задавать. Почему, в чем опасность. Вы можете подключиться, если у вас нет кода доступа через этот канал, когда вы подключаетесь, могут попасть к вам сущности. Ну, вот, например, нельзя гадать. Например, выйду я замуж, не выйду. Вот такого типа. Но на очень многие вопросы можно получить ответ. Вот, кроме этого, ну, это диагностика. Но нас всегда интересует результат, да? Вот, как этого избежать. Например, как убрать эти черные каналы. И вот маятником можно и каналы убирать, и желание исполнять, и ликвидировать те причины, которые привели, ну, например, к повышению давления. Да, можно выяснить, какие причины являются, вот, что у вас повысилось давление, и эти причины убирать. Например, вы где-то поругались, где-то в магазине, или с соседкой повздорили. Бабах, это у вас появилась черномагическая структура, или черная связь, например, какая-то. Вот, то есть вы можете маятником это убрать в течение минуты. И я рассказываю, как это сделать. Вообще, метод многомерной медицины, автор ее, это Людмила Григорьевна Пучко. Ну, то, что я даю, она не дает. Как это все делать? Просто с помощью маятника. Вот этот метод, вот, нигде вы ни в книжках, ни в интернете вы не найдете. Если только кто-то не слил, так сказать, мой курс, который я вот даю в индивидуальной работе. Курс по многомерной медицине состоит из двух частей. Первая часть – это запись. Два с половиной часа по принципам работы с маятником, то есть вхождение в многомерную медицину. Для чего? Для того, чтобы ваше подсознание, ваш биокомпьютер немножко познакомился с этой темой. А потом, когда вы уже готовы, у нас происходит индивидуальная работа. Вот. И дальше индивидуально, с каждым отдельно я работаю, рассказываю, как начать работу в этом направлении. Ну, вообще, вещи такие интересные вообще происходят. Вот, значит, одна из моих, я говорю, девочек, ну, потому что в основном большинстве, я старше почти всех, но есть некоторые, кто у меня немножко старше, вот, пишет, значит, изучаю все материалы по несколько раз. Хотела сказать вам огромное спасибо. Она немножко так по-русски не напишу, вот, читаю, как она нам написала. После, как сняли с вами черные каналы, стала спать, как сурок. Еще у меня в два раза уменьшилось объем живота. Стала энергичной во всем плане. Одни только благодарности за ваше старание обучать людей чиститься по методу, вот, пучку. Другая женщина, она, ну, у нее там были проблемы, у нее была сильная подключка с родителями, и буквально вот мы с ней в четверг провели консультацию, а в следующий вторник она мне пишет, что у меня чудеса чудесатые. Сделала для отца и матери закрытие связи с инфернальным миром и черные каналы закрыла. За ночь наполовину рассосались два коллоидных шва на межреберье длиной 15 сантиметров каждый. Швы старые, 30 лет, наружные, под ними внутренние, очень болезненные. Ну, пишет, что там один кусочек остался, и пишет, что там у родителей было, ну, как я там и предполагала, с чем это связано. В общем, пишет, мне очень нравится, я в восторге. Вот, еще одна женщина, она вообще молодец, она первый раз меня услышала в начале июля, мы с ней встретились, то есть она посмотрела запись, и мы провели с ней индивидуальную работу, вот, записано у меня, 28 июля. 3 августа она мне пишет, я все черномагические структуры снимаю, ну, там у них особенность была, там было воздействие от одной женщины, пишет, на мужа еще 35 штук осталось снять, еще родовое проклятие на сестре, на сестре прошло, с одной стороны интересно разбираться, с другой как-то страшновато, что это касается родных людей. Вот, дальше пишет, 7 августа, все убрала, канала у нас с мужем не было, поставила защитный вибрационный ряд, значит, вчера чувствовала черномагическое воздействие, но защита работает, убираю патогенных возбудителей из организма, появилась легкость во всем теле, ощущение, что мне не 45, а 12, даже словами не передать, как здорово. И вот, какое-то время прошло, я ей в конце октября пишу, спрашиваю, как дела? И вот она мне пишет, Татьяна, здравствуйте, работа идет полным ходом, родственники стоят в очереди на лечение, вытащила из реанимации мужа знакомый, у него порог сердца, еще злокачественная опухоль в сердце была, работать интересно, усовершенствовала технику по снятию порт, снимаю любые порчи за одну минуту, пробую работать без маятника, но обязательно перепроверяю. То есть вот человек, смотрите, только в июле все это услышал, то есть все зависит еще от вашего желания. Конечно, нужно, вот она мне потом писала, я вот книжку одну из книжек Пучкова, кстати, вот в этом курсе я и книжки даю в электронном виде, много книг даю, не только вот эти вот учебники Пучкова, но большой список даю книг. То есть есть возможность все посмотреть. Так, звук есть, да, а то мне написали, что звук Наталья написала. Слышите вы меня, да? Есть звук? Вот. Ну, лично у меня, например, как вообще вот с черными каналами было. Я когда, я еще тогда не была знакома с многомерной медициной, так получилось, что я была в таком, ну, такое было мне очень нехорошее состояние, как-то не очень хотелось жить, как-то, ну, вот как-то так все не очень как бы здорово. Хотя, в общем-то, вот так вот внешне нельзя было сказать, что что-то так было плохо. Ну, вот такое состояние было. Вот. И когда мое состояние за две минуты, за две-три минуты поменялось на противоположное, я вообще такой как бы материалист, я, образование у меня ЭВМное, да, я и преподавала информатику, то есть я такой технарь, вот, и понимаете, как это, то, что не попробую, как-то вот, такой товарищ сомневающийся. И вот это вот меня очень так удивило. И через некоторое время, опять попадая в это состояние, я уже просила, уберите меня, то есть вот, измените мое вот это состояние. И вот постепенно я вот въехала в эту тему, и оказывается, что было первый раз, что-то кардинально поменяло мое состояние, вот, оказывается, мне просто убрали вот эти черные каналы и связь с инфернальным миром. То есть вот так вот это явно, вот так вот было это видно. Потом, конечно, уже вот такой, ну, первый раз, вот знаете, вот просто вот несколько минут, и твое состояние вот как с щелчком, раз, и поменялось. Вот. Причем человеком, которого вот за 600 километров от меня. То есть вот такие вот удивительные вот вещи, вот так вот это все работает. Другой вопрос, что мы часто сами эти свои черные каналы открываем, и вначале я не понимала, как я это делаю. Понимаете? То есть наши стереотипы, стереотипы нашего мышления, часто мы сами подключаемся к этим низким вибрациям, да, мы сами притягиваем наши эмоции, определенные сущности, и вот этим каналом подключаемся. Но уже вот начиная вот это осознавать, и научившись все это диагностировать, да, мы сами можем все посмотреть, да. Ну, например, давайте мы еще одну вещь сделаем, и уже потихонечку будем заканчивать. Рисуйте себе вот такую табличку. Давайте посмотрим, какое у нас состояние второй чакры, то есть где у нас секс и деньги. Давайте посмотрим, как у нас секс и деньги. Нарисовали? Тогда точно так же вот сюда, в эту точечку ставим маятник, и будем спрашивать, насколько открыта у нас вторая чакра. Так, и, например, вторая. Вы можете любую проверить, но после моей команды. Итак, спрашиваем. Сейчас, Лидия, я отвечу на ваш вопрос. Смотрим и смотрим, сколько процентов показывает, насколько открыта у вас чакра, и напишите. Спасибо. 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 Не хочет отвечать. Любовь, обратитесь к высшим силам и попросите вам помочь. Смотря в какой вы парадигме религиозной, попросите Архангела Михаила, он вообще защищает. Отлично, если правильно, что 80%. Если 80%, значит у вас и с деньгами нормально, и с противоположным полом все нормально. Значит, по поводу табличек в PDF-формате. Еще и в PDF-формате. Значит, все эти таблички есть в книгах Пучко. Эти книжки можно хотя бы частично найти в интернете. Правда, там определенный формат, в определенном формате. Вот, но если вы возьмете любой из моих курсов, я могу дать вам книги о многомерной медицине. Я делала своим в чате такой подарок, всем давала ссылку на эти книги. Вот, значит, у нас есть чат, и я присоединяю туда, присоединяю туда только по желанию, если вы хотите. Вот, запрашиваю. В общем-то, более-менее все, что я хотела вам рассказать, я вам рассказала. Вот, информация о моих курсах интересная. Там нет никакой воды. Много очень работающих техник. И вы можете выбрать, в принципе, любая техника работающая. И можно очень много сделать даже одной техникой. Вот, поэтому я не буду агитировать вас. Предложение на экране. Смотрите. Если вы берете два курса, пожалуйста, это одна цена. Если вы берете три курса, это получается, в принципе, по цене двух. И плюс, если это мое новогоднее предложение, не потому, что я так вот агитирую вас. Купить-купить. Именно новогодний подарок. Вы можете со мной побеседовать в течение получаса. Хотя обычно я говорю, я даю при любом, при приобретении любого курса, у вас есть мой скайп. И я со многими очень своими слушателями, мы общаемся. И с некоторыми довольно-таки часто с родом. У меня нет здесь этой презентации. С родом, с родом, с родом. Давайте так. Так, Вера, вы с моего чата, да, Вера? Это вы были, значит, на прошлом моем этом. Я здесь недавно выступала с новой темой. Значит, чтобы добавиться в скайп-чайп, да, значит, чтобы добавиться в чат, если вы приобретали любой мой курс, вы мне, значит, у вас есть мой скайп. Вот, значит, вы мне напишите, если вы еще не в чате. То есть в чате у меня только те, кто приобретал мои курсы, потому что я там даю иногда какие-то техники. оповещаю. То есть именно в чате у меня те, кто брал мои курсы. Значит, по поводу... Значит, ну, кто первый раз, те, те... Дело в том, что те, кто первый раз, и кто не брал у меня курсы, по правилам, я не имею права, ребят, давать свои координаты. Это только через организатора. По поводу рода, ну, сейчас быстренько мне нужно загрузить презентацию. В двух словах я расскажу. Любовь, это вы обратитесь к организатору, к Надежде Богдановой, если она даст вам мои координаты. Я не имею права, понимаете, давать свои координаты. Сейчас загрузится презентация, я быстро... Сейчас я загружу и расскажу вам. Грузится презентация. Вот. Ну, расскажите, кто-нибудь придет, планирует мне время оставлять на беседу? Значит, загрузилась презентация. Сейчас, секундочку. Так, я только очень быстро и схематично. Очень быстро и схематично. Сейчас, 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 сейчас. Найду картиночку. Итак, вот у нас рот. Мы рисуем вот такую картинку. Значит, или вот так вот. Это у нас 128 человек, но вообще у нас 6 поколений. Ой, 7 поколений. Значит, рисуем вот такую картинку. Значит, каждому... Причем нужно так нарисовать квадратик каждый, чтобы вы могли поставить пальчик на этот квадратик. Так, зажигаете церковную свечку. Потом я сейчас переключу вас, вы потом запишите себя. Ну, в принципе, кто был на прошлом вебинаре, тех у вас есть там текст, там просто звук пропал. Значит, зажигаете церковную свечку. Левую ладошку направляете на свечу. Вот так. Левая ладошка на свечу. Ну, это, собственно говоря, как я рассказывала, как работать с энергией в курсе технологии волшебства. Вот. Пламя свечи через левую ладошку, через себя пропускаете и указательный палец правой руки ставим на квадратик, с кем вы сейчас будете работать. Энергию свечи пропускаете через себя и делаете три пункта. Покаяние и прощение. То есть, сами каетесь в своих каких-то вещах. Просите прощения и прощаете, если вот тот член рода тоже какие-то, может быть, у него какие-то есть. Выражаете благодарность ему. Вот. И просите у высшего бысяя для себя, у этого родственника, то, что вы просите. Если в какой-то момент вы увидите, что со свечой что-то не так происходит, может быть, она трещит или, может быть, идет какое-то внутреннее сопротивление, или вдруг вы чувствуете, что на данного конкретного товарища у вас сбивается мысль, речь, вы не можете собрать мозги, вы куда-то там улетаете. То есть, идет сопротивление, да, еще раз говорю. Неважно, откуда оно идет, от вас или от этого члена рода. Вот. Нужно, значит, это повторить. Дважды, трижды, сколько раз, сколько нужно, чтобы не шло вот этого сопротивления. Свеча и очищает, и насыщает. Свечи нужно, чтобы были церковные. В итоге вы получаете мощную поддержку по всем позициям. Теперь, значит, смотрите, я быстренько перелистаю, вы потом в записи посмотрите, за что отвечает каждое поколение. Первое поколение – это мы сами. Второе поколение – все здесь прочитаете. Я даже читать не буду, потому что, в общем-то, это сегодня не планировалось. Вот. Просто вы видите, какие вопросы, что можно просить у какого поколения. Третье поколение – это вот это вот. Это четвертое. Это пятая. Это шестое. Кстати, вот сразу одна из женщин уже сообразила, пишет мне в чате у нас, ну, после того вебинара, а вот по зубам, можно ли таким образом и зубки подлечить, если просить у предков. Можно попробовать. И седьмое поколение. Надежда, вот любовь просит, как с вами связаться. Я думаю, что, может быть, вам проще щелкнуть на кнопку заказа, и она вам напишет или позвонит, или даст сюда свои координаты. Надежда, дайте координаты любови, как с вами связаться. Ну, вот так вот работать с родом. Все. Если есть ко мне какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Надежда, ага. Все, вот. Пожалуйста. Если ко мне какие-то вопросы, или я могу уже заканчивать. Ну, значит, приглашаю, если кто-то хочет со мной, значит, показывать отдельно на каждого. Не то, что показывать, да, каждого, с каждым вот так работать. Ну, в данном случае маятник, как, где креативность приветствуется. Можно работать и маятником. Дело в том, что мы маятником работаем по роду, мы работаем с программами, с родовыми проклятиями. Все это тоже можно. То есть это с разных сторон смотрим на одну и ту же проблему. Но маятник я вам очень и очень советую, потому что, ну, это просто вообще инструмент работы с вашей интуицией, с интуицией, вообще с вашим подсознанием. Ну, все тогда. Если вопросов больше нет, благодарю вас за внимание. Надеюсь, что все, что я вам рассказала, вам пригодится, и вы сможете использовать. Вот, всего вам хорошего в новом году. И надеюсь, что Новый год вам принесет все только хорошее, духовного вам роста. И учтите, как только вы стали на путь роста, здесь у вас остановки уже нет. Значит, если вы будете останавливаться, вас будут все равно подталкивать. Просто выбирайте правильно тех учителей, которые вас учат, проверяйте маятником хотя бы или еще другим каким-то способом. этот человек ваш, этот человек даст вам развитие или нет. То есть в этом направлении вы двигаетесь или нет. Все, всего хорошего. Всех вас люблю. Благодарю за внимание. Всего вам хорошего. До свидания. До свидания. С еще большей скидкой. Либо три по цене двух. Сегодня такое предложение для вас. Поэтому проходите, пожалуйста, по ссылочке. Кликайте на голубую ссылочку. И дальше на страничке под описанием вводите ваши контактные данные. Имя, имя, e-mail, адрес электронной почты, телефон в международном формате, skype и нажимаете зеленую кнопочку «Оформить заказ». После этого на странице, где есть различные варианты оплаты, подскажите, пожалуйста, слышно ли меня, есть ли звук. Можете тут же оплатить с карты любого банка на Яндекс.Деньги. Также в своем интернет-банке можете пополнить этот Яндекс.Пошелек. Это уже вводит в детском интернет-платовом системе. Либо выбрать другие варианты оплаты. Есть различные. Могу дать здесь, если вам какие-то нужны. Вот я дам номер, а как, то дам прямо здесь. Карты могут отличным сообщением. Поэтому проходите, пожалуйста, по ссылочкам, регистрируйтесь. Сейчас дам отдельные продукты. Еще курс «Многомерная медицина». Это про маятник. Можете пройти по ссылочке и посмотреть, что входит в курс и его стоимость. Курс «Технология волшебства». И также можно приобрести в комплекте. Можно приобрести либо два сразу со скидкой, либо сразу три. Таково предложение. И еще получить консультацию, разговор, общение, беседу вместе с автором этих курсов. Что очень важно. Потому что, когда мы приобретаем какой-то курс, еще что-то. Вот я, например, слушала одного нашего выступающего. Сколько раз не слушала, ну, понимаете, ничего такого не происходяло. А после личного общения, во время личного общения, всю его методику поняла, прочувствовала, узнала. Потому что энергетика, видимо, она оправляется прямо целенаправленно, да, и все происходит. В руках мастера все происходит наилучшим образом. Поэтому проходите по ссылочке, регистрируйтесь. Многомерная медицина про мази, технология волшебства, то, что вот Татьяна нам вначале рассказывала. Помощь стихий. Тоже очень интересный курс. Абсолют. Бытие создателя. Семантическое поле. Симпатическая связь. Три закона почтения. Способы соединения с создателем. Что нам это дает? Селить себя, других животных, растений с помощью мантр, наложение рот, рук, похода, увеличение урожайности. Как самим освещать в воду пищу, крем и другое. Соединение с создателем. С помощью золотого света. Карма йоги. Мысль стоп. Места силы. Соответствие планет нашим чакрам. Звезда Талисман. Счастье. Помощь планет. Магическая цифра 40. Узнаем свой проект. Как помочь ребенку, если он попал в невосемную компанию. Как получить помощь создателя в решении проблемы. Как сделать прямой портал с высшими силами. Как получить помощь Всевышнего в борьбе с ленью, куленью и другими бедными привычками. Десять стихий. Технология работы со стихиями. Чистим квартиру с помощью стихий. Как расположить человека к себе. Как правильно выполнять технологии. Как использование желаний с помощью стихий. Мандра-корректор. Как получить помощь стихии на всю жизнь. Сложные стихии. Домовые. Хозяин леса и другие. Как получить их помощь. Как усилить домового, чтобы он не только охранял, но еще и увеличивал состаток. Духи стихии. Как привлечь в лавинку. Технология очистки энергии и информации с помощью яйца, выкатывания яйцом. Техника безопасности, привыкатывания яйцом. Способы работы с яйцом в случае заболевания и при очистке квартиры. Работа с плечой силами Всевышнего. Технология поиска пропавших вещей и получения желаемого. А также исполнения желания с помощью майкнга. Длительность курса 5 часов 40 минут. Стоимость сегодня 2 600. Проходите по ссылочке, вводите ваши контактные данные. Имя, адрес, электронная почта, телефон, скайп. Вы нажимаете зеленый кнопочек по форме заказ. И дальше на страничке уже тут же с карты любого банка. Можете платить на деньги. Также в своем интернет банке пополните этот яндекс-пишелек. Подскажите, пожалуйста, слышно ли меня? А то у меня слабо двигается микшер звука. Раз, два, три. Вот так вроде бы лучше, да? И многомерная медицина. Работа с маятником. Как часто нас интересуют вопросы, касающиеся состояния здоровья, состояния органов, систем нашего организма. Вопросы воздействия на нас со стороны. Что называют порчами, проклятиями. Нас интересуют отношения с другими людьми. Их перспектива, возможности их изменения. Как часто мы мучаемся с вопросами? А на это уходит энергия, да? Как поступить? Что сделать в том или ином случае? Какое лекарство предпочить? Как подходят ли нам те или иные продукты? Насколько мы совместимы с тем или иным человеком? Как он к нам относится? За ответами на наши вопросы мы обращаемся в лабораторию, да? Если это анализы какие-то. Чтобы получить результаты анализов, обследований к врачам. Чтобы получить предложение по тому или иному способу лечения. К специалистам нетрадиционной медицины, к специалистам по отношениям, к картам Таро. А вместе с тем многие ответы на наши вопросы, не многие, а все есть внутри нас. И мы можем получить их сами без посторонней помощи. Более того, вся эта информация будет более точной. Потому что все, что было в этой нашей жизни и в прошлых воплощениях, хранится в клеточках нашего тела. И только мы можем получить доступ к этой информации. А поможет нам в этом многомерная медицина. Может дать не только информацию о нашем организме. Но может изменять состояние нашего здоровья. Убирать различные негативные воздействия. Разрывать подключки, каналы связи. Работать с различными ситуациями в нашей жизни. Многомерная медицина подвластна заболеваниям, с которыми не справляется официальная медицина. И они считаются неизлечимыми. Это не означает, что нужно полностью отказаться от официальной медицины. Мы можем выбрать то, что наиболее эффективно будет в каждом конкретном случае. Какое сочетание мер и действий приведет к желаемому результату. Работа с маятником и консультация по вопросам многомерной медицины. И стоимость сегодня всего 2200. И маятник является всего лишь инструментом многомерной медицины. А на вопрос отвечает наше подсознание. В этом курсе вы научитесь работать с маятником. Всем ли это доступно? Кто вам отвечает? Какие параметры маятника выбрать? По каким причинам маятник отвечает неправильно? Как очистить маятник? Какие вопросы можно задавать? Какие нет? Можно ли работать с другими? И многое другое все это вы узнаете на курсе. Вы научитесь проводить диагностику состояния здоровья органов и систем. Когда вы овладеете этим мастерски, то вы можете уже получать вознаграждение за свой прекрасный труд. Вы научитесь получать результаты анализов, характеристики работы организма. Узнавать о наличии различных негативных воздействий. Определять нарушения в тонких телах, их связях, чакрах. Получать информацию о состоянии чакры. Определять параметры взаимодействия с другими людьми. Но это еще не все. Вы узнаете, как можно ликвидировать нарушения и восстановить организм. И восстановить не только на физическом плане, а восстанавливая энергетику чакр, тонких тел. Изменять те сферы, которые вас интересуют. Здоровье, деньги, отношения. Что вы получите после приобретения курса? Запись. Два с половиной часа. По работе с маятником. Индивидуальная работа в скайпе, которая помогает вам начать работать с методами многомерной медицины. В этой части курса вы получите инструменты для ускорения работы. Видеозапись этой встречи и дополнительные материалы. А также, если вы не планируете глубоко заниматься многомерной медициной, приобретенные навыки помогут вам в решении ряда вопросов и сослужат вам прекрасную службу. Поэтому вводите ваши контактные данные, имя, адрес, электронная почта, телефон, скайп. И нажимайте зеленую кнопочку «Поформить заказ». Дальше на странице уже сможете выбрать любой вариант оплаты. Тут же с карты любого банка оплатить на Яндекс.Ринге. Помощь стихии также можно приобрести. Технология волшебства. Можно приобрести два курса, выбрав два, по более доступной цене. И можно приобрести три курса. И при этом вы сегодня, при том, что приобретаете курс, получите еще 30-минутную беседу с автором этих курсов. Что очень-очень важно. Курс технологии волшебства. О чем там говорится? Диагностика чакр, чистка чакр, накачка энергии в конкретную чакру. Сдвиг в точке сборки под задачу у себя и у других. Работа с энергией. Места силы. Амулет на себя, семью, фирму с подключением мест силы. Богов любви. Богатство. Защиты. Амулет на верность. Техники просмотра будущего. Придание себе нужных черт характера. Перенос хороших событий, отношений, дохода из прошлого в настоящее. Использование стихии огня для исцеления защиты. Длительность курса составляет 4 часа. Проходите по ссылочке, регистрируйтесь. Если вам интересен курс технологии волшебства, который как нельзя лучше подходит в преддверии новогодних праздников, вам будет где попрактиковать. Потому что очень важно для того, чтобы оставаться всегда молодым, важно что-то познавать новое. Узнавать, практиковать и тогда молодость сохраняется. Это очень важно. Вводите ваши контактные данные, имя, первая строчка под описанием на страничке, e-mail, это адрес электронной почты, телефон в международном формате 7.8 для России, 380 для Украины, скайп. И нажимаете зеленую кнопочку оформить заказ. Если скайпа нет, просто вводите какие-то цифры, символы, можете что-то написать нам. И дальше на страничке уже сможете с любой карты оплатить на Яндекс.Деньги, либо в своем интернет-банке пополнить, либо выбрать другой вариант оплаты. Если вам какой-то способ оплаты нужен, пишите мне в скайпе, на Дин Богданова, это Москва, либо на почту. До оплаты, после оплаты, если есть какие-то вопросы по курсам. Если какие-то остались вопросы, задавайте. С удовольствием на них отвечу. Также можете написать на наши ресурсы. Завтра у нас есть какие-то вопросы. Завтра у нас тоже очень интересные занятия. Приходите. Завтра мы начинаем. Расписание у меня по-другому почему-то нет. Сейчас я постараюсь его достать. Завтра, 26 декабря, мы начинаем в 15 часов по московскому времени. С Александрой Ивановой. Будем избавляться от сущности. Будет очень интересно. Приходите. Новая тематика, новое суперпредложение. Завтра начинаем в 15 часов по московскому времени. Далее, вечером у нас в 21.00 будет Галина Сея. Тоже с новой удивительной темой, которая будет впервые на нашей площадке представлена. Совершенно новая синергоэтика или терапевт. Это специалист по божественному омоложению. Приходите. Будет очень интересно после того косметики. Будьте с нами. И регистрируйтесь, конечно, на курсы. Сейчас дам еще на пакеты, где можно приобрести курсы вместе. Два или три. Выбирайте для себя удобный пакет участия. Проходите по ссылочкам. Если вопросы остались, задавайте. Тематика очень важная, ценная. Если у вас сердце откликнулось, то пользуйтесь этими удивительными возможностями. Кроме всего прочего, вы еще получите... А, еще у вас будет... Вас добавят в скайп-чат, закрытый скайп-чат. И еще вы сможете также общаться с мастером, задавать вопросы. И еще у вас будет 30-минутная беседа с автором этих прекрасных курсов. Что очень-очень важно для правильного освоения материала. Желаю вам прекрасного вечера, утра, дня, в зависимости от того, какое время суток сейчас у вас. Может быть, ночь у кого-то уже. Всего хорошего. До свидания. До завтра. Завтра начинаем в 15 часов по московскому времени. Приходите. Будем вас ждать. Мы будем говорить про сущности. На самом деле, очень важная, очень интересная сущность. И даже будем избавляться от них. Будет очень интересно. Очень интересный мастер. Тема, тем не менее, что уже была как-то ранее озвучена, но тема совершенно новая, совершенно новая подача. Приходите, будет очень интересно. Продолжение следует...